Субтитры создавал DimaTorzok И давайте с самого начала определим наиболее важный момент. Культура не развивается сама по себе. Она всегда отражает те явления, которые происходят в жизни общества. Вопрос первый. Рассвет русской культуры в начале XX века. В начале XX века количество образованных людей в России значительно возросло. Открылись новые университеты, новые гимназии. В честь и для царского правительства в первые 15 лет XX века затраты на образование были увеличены в пять раз. Хотя и оставались меньшими по сравнению с развитыми странами. Мировое признание получает русская наука. Простой калужский учитель Константин Циолковский в своих трудах заложил основы космонавтики. Александр Попов одновременно с немцем Герцом изобрел радио. При помощи первого в мире радиоприемника была установлена радиосвязь с военным кораблем, который терпел бедствия в Балтийском море. Вернадский успешно сочетал политическую и научную деятельность. Будучи членом ЦК Кадетской партии, он основал учения о ноосфере поверхности земли, преобразованной человеком, и заложил основы новой науки – экологии. В 1904 году первым из русских деятелей культуры Нобелевской премии был удостоен Иван Павлов за труды в области высшей нервной деятельности и условных рефлексов. Павлов, в частности, писал о том, что в нашем организме есть все для того, чтобы жить сто и более лет, и мы сами своим ужасным образом жизни, своей нервозностью значительно сокращаем этот срок. В 1908 году в Нобелевской премии был удостоен другой русский ученый Илья Мещников за работы в области иммунологии и инфекционных заболеваний. В области гуманитарного знания мы наблюдаем русский религиозно-философский ренессанс. В первой половине XIX века император Николай I приказал закрыть все философские факультеты университетов. Ну, не нравилось русскому самодерзу философствования. И вот, наконец, после долгого перерыва в общественную жизнь России пришла плеяда философов-профессионалов. Николай Бердяев, Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Павел Флоренский разрабатывали русскую идею, то есть писали о самобытном историческом пути, который проходит Россия. Это были философы-идеалисты, глубоко верующие люди. В 1908 году они издали сборник статей Вихи, в котором предупреждали интеллигенцию, что не следует подталкивать народ к революции, что первой же жертвой этой революции станет сама интеллигенция. К сожалению, тогда мало кто прислушался к этому призыву. Мировое признание получает русский балет. Импресарио Сергей Дягилев организует ежегодные гастроли русского музыкального театра в Париже, Риме, в Лондоне. Они получают название «Русских сезонов». Западная публика восторженно рукоплещет танцовщикам Васлову Нежинскому и Анне Павловой, музыке римского Корсакова, Глазунова, Рахманинова, театральным декорациям Рериха, Бенуа и Бакста. Наиболее демократичным искусством становится кинематограф. Первые движущиеся картины показывали на ярмарках, и это были такие легковесные кинокомедии, из которых самая популярная была «Политый поливальщик». Со временем начали строить электротеатры и иллюзионы. Появились серьезные режиссеры, среди которых, прежде всего, хочется отметить Якова Протазанова. Был снят первый русский исторический фильм «Оборона Севастополя». Была предпринята попытка экранизации «Войны и мира» Толстого. Звездами первой киновеличины были «Вера Холодная» и «Иван Мазжухин». Славу русской живописи принесли Илья Репин, Валентин Серов, Михаил Нестеров. Однако в живописи все более явственно начинают проявляться черты новых направлений – модернизма и, несколько позже, авангардизма. Новые возможности открываются перед архитекторами. В это время не только в Москве и в Петербурге, но и в других крупных русских городах строятся здания банков, жизнедорожных вокзалов, большие жилые доходные дома. Господствующим по-прежнему является стиль модерн. И если для российского, как и для мирового модерна, прежде всего, свойственна эклектика, то есть смешение черт различных архитектурных направлений, вот характерной чертой нашего модерна стало обращение к традициям русского национального зодчества, что особенно ярко проявилось в убранстве Ярославского вокзала в Москве архитектор Шехтель и в Спасе-на-Крови, в соборе, построенном на месте гибели Александра II в Санкт-Петербурге, архитектор Парланд. В начале XX века еще были живы и творили представители великой русской классической реалистической литературы. Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Куприн. Однако в прозе русской все более явственно поступают черты нового. Босяцкий писатель Максим Горький в ряде своих произведений, прежде всего в романе «Мать», создает образы рабочих революционеров. Леонид Андреев, писатель нервный и противоречивый, как и сама эпоха, породившая его, то готовый сострадать всему человечеству, то проявляющий себя как законченный националист, создает ряд тонких психологических произведений, из которых наибольшую известность получает повесть «Иуда Искариот» и другие. Герои Леонида Андреева сталкиваются с действительностью, вступают с ней в конфликт, после чего следует либо уныние, либо анархический бунт. Вопрос второй. Модернизм, декаданс, черебряный век. Для того, чтобы правильнее и глубже понять русскую культуру начала XX века, мы должны познакомиться с такими понятиями, как модернизм, декаданс и черебряный век. Так, модернизм от французского «модерн» – новый, модный, современный. Термин, который служит для обозначения того искусства, которое родилось в период модернизации, то есть период перехода от традиционного к индустриальному обществу и отразило все сложные, болезненные противоречия этого переходного периода. Модернизм – это новое искусство, оно вступает в противоречие с академической и реалистической школами. Декаданс – в переводе с французского «упадок». Этот термин служит для обозначения, в общем-то, того же культурного пласта, что и обозначен термином «модернизм», но подчеркивает такие особенности, как господство формы над содержанием, тонкий эстетизм. Безусловно, и модернизм, и декаданс – это проявление кризиса христианской цивилизации. Но нужно понимать, когда мы говорим о кризисе искусства, это совсем не то же самое, нежели, скажем, экономический кризис. Когда мы говорим о кризисе искусства, это не значит, что художники создавали плохие, неинтересные произведения. Это значит, что они не могли творить по-старому, что они находились в поиске новых художественных методов. Без кризисов культура вообще не может развиваться. До сих пор ведутся споры о том, кто первым употребил словосочетание «серебряный век». Бесспорным является то, что «серебряный век» – это русское искусство начала XX века, это русский модернизм. Термин употребляется по аналогии с «золотым веком русского искусства», то есть по аналогии с пушкинской и лермонтовской эпохой. Теперь давайте разберемся, каковы важнейшие характерные черты искусства «серебряного века» в России. Во-первых, как уже было сказано, это искусство переходного периода, которое отражает очень сложные противоречия своего времени. Люди жили тогда не только на рубеже веков, но и на рубеже цивилизаций. Изменялось отношение человека к окружающему миру, к Богу, к самому себе. И все это отражает очень сложное и противоречивое искусство «серебряного века». Во-вторых, искусство «серебряного века» проникнуто предчувствием трагических событий, которые надвигались в это время на Россию – Первой мировой войны и Великой революции. Не случайно, что король символизма Александр Блок вспоминал о том, что жители Петербурга накануне начала войны наблюдали какие-то неестественно яркие кровавые закаты. И отблеск этих кровавых закатов лежит и на стихах Александра Блока, и на других произведениях деятелей культуры этого времени. И, наконец, необходимо отметить, что «серебряный век» – это искусство художественного, творческого поиска. Не случайно, что именно в это время композитор Скрябин пишет симфоническую поэму «Экстаза». Это была первая светомузыка. Не случайно, что в это время появляется большое количество художественных объединений, художественных направлений. Импрессионизм, модернизм, сезонизм, супрематизм, абстракционизм в живописи, символизм, иммажинизм, футуризм, эгофутуризм. В поэзии – это далеко не полный еще список. И за каждым из этих направлений, за каждой из этих художественных групп стояло определенное художественное мировоззрение. Вопрос третий. Художники и поэты Серебряного века. Ярким явлением в русской живописи начала XX века стало творческое объединение «Мир искусства». Мир искусники считали, что искусство обладает самоценностью, что у него не обязательно должно быть содержание. Они видели главную свою задачу в том, чтобы нести красоту в жизнь людей. Другим уникальным явлением этого времени в живописи становится создание творческого объединения «бубновые валеты». Два наиболее видных валета – это Илья Машков и Петр Кончаловский. Сейчас вы видите их двойной автопортрет. Как видите, авторы изобразили себя разносторонне развитыми личностями, развитыми и физически, и духовно. Ни на кого не похоже творчество Натальи Гончаровой, которая совмещает в себе как черты модернизма, так и христианские мотивы. Объединение «Голубая роза» дало миру двух выдающихся и абсолютно непохожих друг на друга художников – Марка Шагала и Михаила Врубеля. Шагал – уроженец провинциального Витебска, в своих картинах как бы призывает человека воспарить, подняться над обыденной действительностью. Михаил Александрович Врубель был человеком разносторонне образованным, прекрасно разбирался в классическом искусстве, знал несколько иностранных языков. В начальный период его творчества он создает ряд интересных работ на мифологические и библейские темы. Но главной темой в творчестве художника становится тема «Демона», навеянная поэмой Лермонтова. «Демон» для Врубеля скорее не дух зла, а дух страдания, обобщенный образ бунтаря-одиночки, который восстает против несправедливости и косности окружающего его мира. Художник был счастлив в семейной жизни, богат, плава его росла. Но именно в это время начинают проявляться симптомы душевного заболевания, которое усиливается в связи с рождением больного сына. В творчестве все явственнее проявляются черты болезненного надлома. В этот период Врубель вновь обращается к демонической теме. В 1902 году он создает самое необыкновенное свое полотно – «Демон поверженный». Он работает над картиной даже во время выставки. Ежедневно на глазах у изумленной публики он меняет выражение лица, меняет позу, меняет цветовое и световое решение картины. И лицо демона становится все страшнее и страшнее. Его поза приобретает какой-то пыточно-болезненный надлом. Последние восемь лет своей жизни художник провел в психиатрической лечебнице. Временами наступало просветление. Во время этих просветлений он создает последние свои шедевры, в том числе и «Шестикрылого Серафима». За четыре года до смерти он ослеп. Врубель так и не узнал о том, что в 1906 году Академия художеств присвоила ему звание академика. Не узнал о всероссийской и всемирной славе объединения «Мир искусства», в первых выставках которого он принимал активное участие. И даже самый краткий рассказ о русской живописи начала XX века будет неполным без упоминания о русских авангардистах, пионерах абстрактной, то есть беспредметной живописи. Казимире Малевиче, Павле Филонове и других. Недавно на уроках литературы вы познакомились с русской поэзией начала XX века и наверняка оценили глубину поэтического творчества лидера символистов Александра Блока, эстетическую тонкость акмеистов Анны Ахматовой, Николая Гумилёва, Марины Цветаевой. Николай Гумилёв, основатель направления акмеизма от древнегреческого «акме» – «расцвет», автор паразитно красивых стихов, герой Первой мировой войны, будет расстрелян большевиками в 1921 году по ложному обвинению в антисоветском заговоре. Сын Николая Гумилёва и Анны Ахматовой, выдающийся учёный Лев Гумилёв, отсидит в сталинских лагерях в общей сложности больше 12 лет. Вы уже знаете об иммажинистах от французского слова «иммажин» – представления, в рядах которых вырос талант русского национального поэта Сергея Есенина. И, конечно, вам запомнились молодые поэты-хулиганы, футуристы от латинского слова «футур», «будущее». Они любили говорить, что в настоящем их не понимают, поймут их только в будущем, когда люди будут значительно умнее. Они вообще очень любили эпатировать публику, например, своими высказываниями о том, как они ненавидят Пушкина. На самом деле они обожали Пушкина. Они любили играть со словом, придумывали новые слова, неологизмы. Среди футуристов ростом и талантом выделялся Владимир Маяковский. Лицо Серебряного века разное. То трагическое, то эстетско-утонченное, то иронически насмешливое. Самым иронически насмешливым поэтом России с начала 20 века был Саша Черный. От его действительно черного юмора пострадало немало людей. Вот когда пришло известие о том, что поэт, проживший после революции долгие годы в эмиграции, погиб при пожаре, вынося из огня чужих детей, многих это очень сильно удивило. В своем, пожалуй, самом известном стихотворении «Молитва» Саша Черный показывает драму человека, который вступает в конфликт с окружающим его миром, но при этом сохраняет и свое индивидуальное лицо, и свое человеческое достоинство. Благодарю тебя, создатель, что я в житейской кутеремии не депутат и не издатель, и не сижу пока в тюрьме. Благодарю тебя, могучий, что мне не вырвали язык, что я, как нищий, верю в случай и к всякой мерзости привык. Благодарю тебя, единый, что в третью думу я не взят, от всей души с блаженной миной благодарю тебя сто крат. Благодарю тебя, мой Боже, что смертный час гроза глупцов из разложившейся кожи исторгну дух в конце концов, и вот тогда молю беззвучно. Дай мне исчезнуть в черной мгле, в раю мне будет очень скучно, а ад я видел на земле. Итак, сегодня мы узнали с вами о подъеме культуры России в начале 20 века, познакомились с такими понятиями, как модернизм, декаданс, серебряный век и поговорили о русских поэтах и художниках серебряного века. На этом наш сегодняшний урок закончен. Приступайте к выполнению задания. Всего доброго! Продолжение следует...